Итак, центр санкционики Владимира Гранова, называется он «Динамическая санкционика», располагается в Петербурге. На самом деле, на сегодняшний день он является одним из наиболее плодотворных центров, стоит это ответить. Деятельность ведет достаточно активную, как образовательную, так и коммерческую, ориентированную на подбор персонала, например. Сам Владимир Ниронов изучением санкционики занимается с 2001 года и проведением тренингов и семинаров с 2004 года. В чем же заключаются особенности данного центра? На самом деле, если говорить о наших сегодняшних темах, сам Владимир Ниронов называет свой проект «Центром санкционики». Но вместе с тем можно говорить о том, что у Владимира Ниронова и его рабочей группы существует своя теория санкционики. И, конечно же, существует своя школа с большим количеством последователей, людей и так далее. Каковы особенности теории центра Владимира Ниронова? Во-первых, в этом центре, в рамках своей теории, Ниронов использует альтернативную модель информационного метаболизма. Он очень скептически относится к модели А, если зайти к нему на сайт, там этот скепсис выражен достаточно корректно. В живых выступлениях Миронов прямо заявляет, что модель А не работает от слова вообще. Ну, собственно, об этом мы чуть позже еще поговорим. Далее, в принципе, сама практическая методическая часть работы теории Миронова основана на разработке признаков Рейнина, малых групп, аспектов во всем их многообразии и так далее. Для изучения, собственно, для типирования, для проведения диагностики в школе Миронова активно используют, в центре Миронова используют как раз семантику информационных аспектов, анализ невербальных реакций человека и различные проективные методики. Давайте теперь подробно по каждому из этих пунктов поговорим. Ну, с моделью А мы познакомливать вас не будем, предполагается, что вы о ней слышали и примерно представляете, как она работает. Что же использует Владимир Миронов для своих исследований? Как известно, в стационнике существует 15 признаков Рейнина. Эти 15 признаков могут сочетаться и порождать 35 малых групп, которые, в свою очередь, порождают 140 информационных аспектов. Собственно говоря, Миронов представляет модель информационного метаболизма человека в виде совокупности вот этих 140 аспектов. Ну, тех из 140, которые присущи данному типу информационного метаболизма. Каждый из которых состоит из трех признаков Рейнина и связан с остальными аспектами, которые также имеют в своем составе этот признак. В общем случае получается, что каждый аспект в составе модели информационного метаболизма взаимосвязан со всеми остальными посредством вот этих вот связей по признакам Рейнина. При этом в открытом доступе нет информации о том, каким образом они связаны. То есть вот об этом Миронов как-то умолчил. Или вследствие недоработанности его модели, или вследствие, возможно, просто закрытости этой информации. Очень сложно об этом говорить. Но, тем не менее, очевидно становится, что такая модель, она очень сложна. По сравнению с моделью А, да, она действительно существенно сложнее, она довольно комплексная, в ней огромное количество связей. И если эти связи представить себе как, скажем так, двусторонние, да, то есть направленные в обе стороны, то совершенно очевидно, что тогда каждый аспект связан со всеми остальными. И если предположить отсутствие какой-то иерархии этих связей, то мы просто получаем набор аспектов, которые обрабатывают одну и ту же информацию. Ну, просто потому что они все связаны по тому или иному признаку Рейнина. Тогда у нас просто идет равномерное наполнение всех аспектов. Если же существует какая-то иерархия, то, соответственно, эта модель может быть более смещенной. То есть энергетические центры там распределены, скажем так, неравномерно. Но об этом информации у нас, к сожалению, нет. На мой взгляд, эта модель выглядит очень недоработанной и при этом излишне усложненной. То есть нужно или отказаться от излишних усложнений в ней, чтобы она стала более удобной, или же доработать и развить некоторую иерархию. Так вот, как мы уже говорили, мы говорили о том, что существует 15 признаков Рейнина, которые также активно применяются в школе Владимира Миронова. При этом отличительной особенностью данной школы и теории Миронова является наличие собственного смыслового наполнения по каждому из признаков Рейнина, по каждой из малых групп и по каждому аспекту. Вот здесь представлена только часть таблицы, потому что таблица очень большая, таблицы аспектов информационных в концепции Владимира Миронова. Вот здесь представлены 9 малых групп, каждая из которых содержит по 4 аспекта. Ну, здесь синим выделена 9-я малая группа. Ну, одна из известных в эту группу входят чёрные этики, белые логики, белые этики и чёрные логики. Все остальные малые группы в рамках модели А, в рамках социологии разработанной Агустиной Вяческой, и они вообще не рассматривались. Далее, второй метод, который использует Владимир Миронов, это семантический анализ. Из чего родился сам метод? Была высказана гипотеза о том, что обладатели различных информационных аспектов для обмена информацией используют различный словарный и семантический смысловой запас. И этот запас объединяет малые группы, аспекты, признаки Рейгина и так далее. Собственно говоря, одна из, скажем так, больших работ Владимира Миронова как раз заключается в выделении вот этих семантических полей для признаков Рейгина, малых групп и информационных аспектов. Работа эта проводилась как раз методом анализа деятельности резонансных групп, о которых мы уже пару слов здесь говорили. То есть брали некоторую малую группу, малую в плане количества людей, которая была объединена по какому-то информационному аспекту, по малой группе, по признаку Рейгина. И, соответственно, в эту группу каким-то образом, не описано в работах Миронова каким, вбрасывали те или иные слова или понятия. После чего испытуемые приводили свои ассоциации по вброшенным словам и выдавали. Ну, собственно, Миронов утверждает, что были некоторые статистические закономерности этих ассоциаций, и, собственно, как раз само наличие и активная выдача общих ассоциаций была названа Мироновым вот этим самым резонансом, в данном случае семантическим. Проблема, скажем так, самого эксперимента заключается в том, что в нем должны участвовать строго отобранные представители малых групп, информационных аспектов, типов информационного метаболизма и так далее. А их нужно, что называется, каким-то методом к этим представителям отнести. И мы получаем немного замкнутый круг. То есть мы получаем, что нужно взять представителей каких-то тимов, провести с ними работу, получить на выходе особенности отличимые этих тимов, которые позволят определить представителей этих тимов. Этот замкнутый круг, он немножко не согласован и опирается, как, собственно, и многое в саксонике, в конечном итоге на то, что изначально мы эксперимент наш, скажем так, опираем на воле изъявления некоторых экспертов в области саксоники. То есть кто-то должен определить первичный тимов. И, соответственно, если нет строгой методики, то и воспроизвести данный эксперимент невозможно. Поэтому эксперименты Миронова, к сожалению, не воспроизводимы на текущий момент, кроме как самим Владимиром Мироновым. Ну, опять же, существует некоторая проблема в том, что в трудах Миронова отсутствуют результаты его экспериментов, только выводы из них. Вот здесь вы можете видеть, например, выводы из его экспериментов, которые он сделал. Например, представители динамиков употребляют в речи обилие глаголов связок и так далее, склонны к повествованию, состоящему из описания отдельных моментов, о картинах и сюжетах. При этом, каким образом он установил эти результаты экспериментов статистические, они, к сожалению, нигде не приведены. Далее. Какие методы, собственно, диагностики использует Владимир Миронов еще? Это анализ невербальных реакций человека. Какие реакции здесь используются? Скорость глазодвигательных реакций, то есть то, как быстро, интенсивно перемещает человек взгляд, ну и другие глазодвигательные реакции. Жестикуляция и мимика, характер жестикуляции, активность жестикуляции, особенности речи, о них мы говорили, но здесь добавляется скорость речи и другие характеристики. Также скорость движений, пластика тела. Опять же, скажем так, в теории Миронова данные выводы по вот этим невербальным реакциям, в целом, они подаются как результат некоторого эксперимента. Но данных по эксперименту, к сожалению, не приводится, позволяющих судить о его статистической достоверности и дающих, может быть, хоть какую-то призрачную возможность его воспроизвести. Далее, следующий метод, который используется, один тоже составляющий одной из особенностей школы Миронова, это использование проективных методик, в частности, методики «Несуществующее животное» для определения типа информационного метаболизма. Ну, здесь представлены примерные работы, примерные рисунки, по которым делается вывод от респондента. Взяты они, собственно, с сайта Миронова. Ну и по ним можно сделать какой-то вывод. Здесь тоже есть своя проблематика. Если вы возьмете, собственно, работу, представленную на сайте Владимира Миронова, вы увидите там, ну, ряд существенных противоречий даже в тех рисунках, которые уже приведены. Вот, то есть, там, Миронов пишет о том, что, допустим, стати, динамики склонны изображать текущее действие, да, происходящее. То есть, намекают на то, что оно там длится во времени. Вместе с тем, в рисунках статиков у него там и существующие животные работают молотками, явно видно, что это действие. Копают яму, и из ямы сыплется земля. То есть, видно, что действие продолжено во времени. Тем не менее, они не сильны к статике. Ну и других подобных противоречий там много даже в открытой части. Вот, тем не менее, ну, метод применяется. Опять же, выводы по результатам какой-то экспериментальной деятельности представлены, в целом, даже на сайте. Ну, как говорят многие, соционика Владимира Миронова может применяться только самим Владимиром Мироновым. То есть, окончательной ясности в его работах, к сожалению, не подходит. И это вызывает в социологическом сообществе очень большой уровень критики. Вот, критики его методов как таковой, критики результатов его типирования, которые действительно очень часто совпадают с остальными. Вот, поэтому, ну, к ним нужно относиться с некоторой долей критичности, как и ко всему в социологии. Вот. Это вам к методу несуществующих животных. Какие еще есть особенности центра Владимира Миронова уже не с научной точки зрения, да, не с теоретической, а с точки зрения центра динамической соционики как организации? Первое. Это чрезмерная, на мой личный взгляд, конечно же, коммерциализация данного центра. Любая информация, практически любая информация, любая деятельность этого клуба осуществляется, как правило, только из трогой задней. Очень сложно получить какую-то информацию, содержащуюся в открытой. В этом есть своя оправданность, потому что, в конце концов, понятно, что Миронов и его рабочая группа и преподаватели его центров ведут, конечно же, тренинговую деятельность, которая должна оплачиваться. Но, тем не менее, в рамках собственной теории даже, по сути дела, результаты его исследований вы можете получить только за деньги. А это сам принцип научности немножко, на мой взгляд, сам принцип действия науки ставит под сомнение. То есть, если знание само по себе распространяется за деньги, тогда непонятно. То есть, сразу возникают некоторые сомнения в истинности этого знания и в том, добыто ли оно научно. Собственно, вторая особенность – отсутствие результатов эксперимента в открытом доступе. Даже если вы откроете книги Миронов, то есть, если вы зайдете на сайт, купите книгу Миронов, где изложите результаты эксперимента, посмотрите внутрь, вы не найдете там результатов эксперимента. То есть, содержатся вводные данные по эксперименту, что пытался сделать как-то. Содержатся выводы из эксперимента, которые он сделал, а вот результатов эксперимента, к сожалению, нет. Это очень печально, но, опять же, не позволяет судить о том, что вот это получилось. И третье – это некоторое противопоставление научному сообществу. Опять же, на сайте есть некоторые слова более-менее корректные о представителях науки, о представителях соционики. И в живом общине Миронов достаточно эмоционально реагирует на вопросы, связанные с его отношением с наукой. Вместе с тем, в центре Владимира Миронова на основе его теории осуществляются не только тренинги, а не только какая-то исследовательская работа, но в том числе и работа, например, с детьми. То есть, если эта работа осуществляется, например, на основе каких-то закрытых методов, разработанных самим Мироновым, у меня это вызывает, например, много вопросов. Какую ли они прошли апробацию, какое научное подтверждение они получили. Вот. Примерно так. Все, я думаю, все знают этот значок, ну или многие знают этот значок, видели, представляют, в каких цветах он опорный. Ну, другой довольно известный набирающий оборот на сегодняшний день центр – это Калининградский центр соционики. Субтитры сделал DimaTorzok